я расскажу вам все мои привычки которые мне очень сильно помогают понимаете прерыв граешь сразу побегает курить и так далее потому что пока не курить себя не чувствует комфортно у него такие привычки но эта привычка убьете его понимаете те люди которые такие привычки в себе воспитывает курит пьет и так далее я читаю что это люди которые дают деньги кому-то говорят мне надоело жизнь на тебе оплачу а ты помоги мне быстрее умирать время повлияет на ваш характер будь стойки справливости независимо от жила небогатого или сочувствовать и бедному ведь аллах луч из нас остане каждого раз не могу учиться раз жизнь не дает мне шанс почему бы меня самому не создавать это шанс несколько вопросов открыть свою аптеку ему придется потом это дело прицелить что помогает больше конечства людям здравствуйте дорогие наши друзья дорогие наши читатели дорогие наши слушатели спасибо что смотрите нашу рубрику пожалуйста постарайтесь вникать в тех вещах которые иногда рассказываю чтобы они были плей полезными для вас я эти вещи делюсь такой целью чтобы эти видео и эти книги которые пишутся все это хотя бы кому-то принесли пользу иногда делюсь своими опытом и так далее мне часто задают вопросы по поводу что пожалуйста расскажите про привычки и так далее дорогие мои вообще привычка управлять человеком привычка на самом деле формирует ваш характер то есть вы один раз делите так два разделите так три разделите так постепенно постепенно вы привыкайте а ваша привычка становится ваш характер а характер становится образ жизни вы начнете так жить поэтому надо в себе воспитать полезные привычки и от отказаться от плохие привычки надо уметь отказаться например кто-то утром встает пока не курит носовой или сигарет он не могут думать не могут прийти в себе понимаете прерыв когда уж сразу побегает курить и так далее потому что пока не курит себя не чувствует комфортно у него такие привычки но эта привычка убьет его понимаете те люди которые такие привычки в себе воспитывает курит пьет и так далее я читаю что это люди которые дают деньги кому-то говорят мне надоела жизнь я тебе оплачу от и помоги мне быстрее умирать это так и выглядит они ходят магазин платить деньги что и получат сигареты и так далее но они хотя понимать что это вредно навредить их здоровье так далее вот это первое что хочу сказать но есть полезные привычки полезные привычки которые очень необходимо нужно в себе формировать полезные привычки они от рождения не бывает поверьте это так все эти привычки надо самому работа над собой и формировать но когда вы формируете эти полезные привычки для себя они работают на вас всю жизнь вы формируете привычку а привычка помогает вам стать успешными часто мне пишет что рассказывайте пожалуйста какие привычки у вас я расскажу вам все мои привычки которые мне очень сильно помогают все мои полезные привычки которые на их много но я сейчас могу вам всем из них рассказывать те которые моей жизни изменили которые я читаю что они являются кардинальными судьбоносными поворотные минуты моей жизни первый из них я всегда управляю свое время я каждый минут расписываю действительно у меня очень высокая дисциплина понимаете у нас у всех из 24 часа время так и неважно вы учитель инженер президент или там пример министр или бизнесмен и литви охранник у нас у всех из сутки 24 часа время честно скажу вам ненавижу людей или не понимаю людей которые говорят что время нет книги читать время нет спортзал ходить время нет работа над собой я реально их не понимаю время нет молитва читать и так далее как будто они сами займите люди другие люди бездельники да как будто они сами займите сами там можно сказать особенные люди а другие вообще бездельничать и странно как-то у нас у всех есть одинаково время вот и как вы его управляете от этого зависит ваш успех как вы его контролируете от этого зависит ваш успех ваше время ограничено но самое интересное что нам кажется что как будто время еще много и якобы мы успеем на самом деле нет у кого-то из нас половина жизни уже прошло у кого-то одну четвертую а у кого-то больше половина прошло и к тому же никто не дает нам гарантия что мы до 60 до 70 или достали доживем никто не дает ни у кого нету конкретный срок годности как как оборудование который вы покупаете нету у человека такого нет мы не знаем иногда мы молодо уйдем от жизни или там среднем возрасте или пожилом возрасте поэтому время которое есть у вас это есть то то что дано вам это возможность это ресурс когда мы молимся богу говорим что дай мне возможность делать то-то 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 или помоги мне стать успешными счастливыми аллах дает здоровье идет время вот это это ресурс как вы используете это ваш выбор первым то что я сделал это время досконально до каждой мелочи я планирую у меня очень высокие трудоспособности от того что именно время досконально работаю и постоянно работаю над своим характером ваши когда вы хорошо работаете то есть хорошо управлять свое время у вас характер станет сильными понимаете характер будут сильнее знаете у нас есть уклонность уклонность дела легкие вещи у нас есть уклонность делать те вещи которые можно сказать нам легко удается и так далее но эти вещи для 2 слабыми они не делят вас сильными они наоборот назад бросать вас и ваших рабах характер сломает поэтому очень важным роль играть ваш характер в жизни но а характера чего закрепляется от время куда ведь тратить свое время там и закрепляется ваш характер если вы каждый день пару часов тратите на скажем без бесполезные просмотры там не знаю интернете или какие-то нибудь соцсети и так далее вы привыкайте к этому и ваш характер такой если вы каждый день по два часа больше спите вы станете тяжелыми вы из себя тяжело чувствуете тяжело догадываетесь и соку скорость мышления падает и так далее поэтому вам надо это очень хорошо понимать что время повлияет на ваш характер я это понял что школьные годы когда не было вообще свободное время и рекомендую вам себя загоняйте что у вас вообще не было свободное время первые две недели будут вам трудно первые два-три неделю перевоспитать можете всегда себя запомните вы всегда можете себе перевоспитать первые два-три недели вам трудно а потом это станет вам в зона комфорта то есть активный образ жизни для вас будут зона комфорта вам удобно и легко первый вот моё действительно полезная привычка которая в себе воспитал это управление времени второе мы очень ценна привычка которая в себе я ценю это я всегда выбираю цель если вы посмотрите только мою жизнь жизнь многих успешных людей вы это видите постоянно перед человеками с какие-то выборы выбор между друзьями погулять или делать что-то то что приближает тебе к твоей цели или там полежать дома немножко поспать отдохнуть или начать делать что-то то что приближает тебе к цели или там не знаю другой кто-то тебе и пойдем на свадьбу или пойдем куда-то выходные день и чё ты делаешь пойдем куда-то я этом году недавно закончил ранг из москве и каждый вечер когда мы заканчивали урок мои однокурсники все папа пошли вместе кушать туда-сюда или куда-то по москве гулять они мне поста называли однокурсник ямска ребят я не могу а однажды один из них мне спросил сайт мурот почему ты не едешь не ходишь с нами никуда я сказать ребята не потому что я вас не уважаю я очень уважаю вас очень ценю но у меня очень много цели мне надо их достигать у меня я работал над этим с две недели у нас была учеба в москве я правда одну неделю не успел но в одной неделе которые мы были вместе там я помню вот в этом сессии было общем две неделю я помню что за это время я успел очень много делать я каждый вечер работал у меня было очень много встречи один за других один за других я работал то есть у вас всегда с выбор пойти за свои цели и либо пойти делать то что вам легко дается или с друзьями посидеть родственниками болтат и так далее но у вас есть всегда время выбор с детьми погулять или там не знаю с женой пообщаться или что или делать что-то то что приближет приближает вас к цели я выбрал так 30 лет до 42 43 вот вообще 10 лет я хотел но еще два лета потом добавим если это даваться бизнесу чтобы пола достигать цели а потом бизнес-то от нормальный доход а следующие десятилетия отдать семью чтобы детям максимально давать то что я могу давать и так далее поэтому цель это моя привычка я всегда выбираю цель иногда даже родственники меня звонит говорят приезжай на мой свадьба и так далее я посмотрю если этот момент у меня есть более свободное место или что-то я пойду если я не пойду я говорю что ребята изменить прости пожалуйста а то я отправлю тебе туюна или что-то там то что он нужен физически не успел прости пожалуйста дело в том что я очень хочу успевать достаточно задачи решать те цели которые поставили перед собой я хочу их достигать я знаю что без меня вез свадьба все равно пройдет а мои цели никто не поможет мне достигать я сам должен их сделать если вы посмотрите жизнь все успешных людей они так делали посмотреть все ученые которые для открытия они всегда выбирали цель всегда работали пахали посмотрите мухаммеда ли посмотрите бруслей день и ночь пахал день и ночь работал всегда я всегда выбираю цель я здесь отметил чтобы не забыть когда мы не спросили вот вот следующая полезно моего привычка которому мест я умею слушать я умеешь лучше человека любого человек особенно свою команду я умею слышит свою семью и им не слышат понимаете я умею слышит я воспитываю себе умение слышать слыш Gene не для того чтобы ответе давать а слышит для того чтобы понять человека я стараюсь понять человека я стараюсь быть открытием к человеку я стараюсь всегда стараюсь потому что это очень мне помогает создать хорошую команду это помогает мне хорошее партнерство создать в жизни мне это очень много дало это умение слышит очень много мне глаза открыла в жизни когда вы умеете слышать люди много все-таки хороших людей больше же в жизни добрых людей всегда есть больше в этом мире вот вот и вот эта способность очень сильно помогло очень хорошо помог очень хорошо следующая вещь который очень из полезных привычки которые у меня я очень открыты к критикам я действительно открыть и к критика я свиньёк критику но критика бывать два века она бывает кусачая но она бывает конструктивная я открытый конструктивный критиком о кусачая критика я просто внимания не обращаю прохожу и так далее что значит открытие конструктивным критикам то есть это означает что если какой-то эксперт какой-то профессионал и какой-то человек который что-то видел что-то понял мне скажет что вот это вот я ошибаться здесь а вот здесь можно для по-другому и так далее и я это принимаю всегда всегда своим минус я признаю я всегда прошу прощения и всегда осознаю и принимаю это очень сильно помогает расти очень сильно открытым ко всем критикам именно конструктивным критикам а бывают критика который кусачий кто-то иногда меня называют мишу мошенником кто-то иногда говорит что ой то 5 10 ну по крайней мере раньше называли когда был в долгах сейчас они говорят слава богу когда был в долгах и так далее понимаете когда вы попадаете в долгах но большое количество людям соответственно что думать про вас думать что как будто вы мошенник хотя они не знают изнутри кто вы знаете что написано коране будь стойки в справедливости независимо от желания богатого или сочувствовать и бедному ведь аллах лучше знать состояние каждого то есть состояние каждого человека только господь знает вы не знаете его состояние вы понятия не имеете какой он что чего только все вишни знает дальний момент что происходит его жизни и так далее поэтому исходя из этого то есть кусачий критика это люди делать кусачи критика знаете всегда меня кусачи критика делали те кто ниже меня я всегда внимание обращая на это я вообще не читаю не слушаю это просто прохожу я до сих пор не умею нормально говорит на русском я не буду грамотно говорит на русском но это не помешало мне стать тем кем я есть я все равно продолжаю выступать говорить и так далее развиваться поэтому я не боюсь критикой потому что эти критики делать меня сильнее мудрее и так далее это очень хорошо были случаи что однажды один парень мне 2008 году сказал да твои знали тебе самому не помогает я пришел домой писал у меня с такой тетрад где я пишу вот этих людей которые вот такие вещи говорят я пишу их себе чтобы просто потом это же критика и тогда это иногда как использую как мотивация и так далее она очень хорошо помогает вот следующая вещь которая очень сильно мне помогает очень очень сильно это барьеры проблемы жизни много барьер знаете нет нишу не существует человек который у него в жизни нет проблем у нас у всех жизни с какие-то определенные проблемы у всех есть раз вы родились у вас какая-то задача как это трудности какие-то проблемы есть вы думать что у меня нету проблем нет вы ошибаетесь у меня очень много но это нормально что делаю следующее вот это 5 привычка привычка который я вас в себе воспитал эти годы она классно знаете как я ставит с 95 года с 95 года я делаю этого это как то есть любой барьер любой трудность превращай возможность абсолютно любой барьер превращать в возможность любой трудность например когда 95 годов я сдавал три вузы документы сдал стал студентом не мог учиться я бросил три вуза получается что я не мог учиться три вуза я думал значит это должно быть на благо я должен что-то делать то чтобы это стало для это делали меня еще сильнее еще мудрее потом когда попал в долгах я принял решение до последних копейка вернул хотя эти деньги не я брал я одного американца привез среднюю азию он продвигал инвестиционные программы люди инвестировали в его проектах 174 человек инвестировали его проектах что-то из этих понимаете итоги конце концов вам банкротится эти люди приходили мой офис они начали требовать от меня деньги суд подавали мне мне там там то милиция то фимполиция то кгб так и снб все поэтому мне люди думают что давлатов какой-то мощенник но поскольку я глубоко верующий человек я постоянно знал одно если ты правдивее если у тебя в сердце правдивость есть господ тебя оправдывает потому что господ так обещает священник книгах что я оправдую вас если вы правдивее понимать если на вас на клавоту делали вас все равно будут оправдывать если вы правдивый человек построить как-то в например пророк ибрагима же он оправдал через огонь провел так прогул пророк иосифа и усуфа он оправдал как и когда после темницы и так далее поэтому господ всегда оправдывают если вы действительно правдивее честнее жизнь вас оправдывает я это точно знаю потому что сам пережили то вот тогда приняли решение что вы смотрите я понял что эти люди меня ассоциируют с этими деньгами они думают что как будто я мощенник и тогда я принял решение что я до последний копейка верну я верну людям деньги которые не брал я молился и просил всевышнего что дай меня силе это делать я среди себе сидели думал если я верну зато эти долги миллион восемьсот сорок шесть тысяч долларов я думал если это верну эти долги за то кем я стану я стану очень успешным я думал зато я научу то то что обычной жизни не пойму это проблема это барьер я превращал задача превращал в цель и превращал возможность но правда чтобы потом это вернуть мне пришлось бизнес и дело потом еще кредиты брат еще долги брат чтобы делать бизнес и так далее в общем конце концов через три года у меня было около 3 миллиона долларов долги это правда это как был реальный моей жизни но зато итоге это что это помогло мне стать тем кем я есть поэтому вот эта привычка в себе умение любой барьер превращать в любой трудности превращать в возможность она мне помогает в жизни я делюсь с вами этим опытом надеюсь что что-то полезное для себя берете их было много то же сами то что когда не мог учиться 96 годах я уехал в россию раз не могу учиться раз жизнь не дает мне шанс почему бы меня самому не создавать это шанс почему быть самому не бороться за свою судьбу 6 полезной привычкам 6 полезно моего привычка я каждое утро читаю священные книги я это делаю почти 29 процент всегда каждое утро я стою на утреннюю молитву я всегда 5 раз свои молитвы читаю потому что я читаю что если ты христианин или мусульманин или там не знаю иудуизм или к буддизм или кого-то если те это твоя вера тогда это вера не должно быть у тебя только на языках мира должно стать образ жизни во всех параметрах его надо соблюдать я каждое утро читаю один час иногда полчаса священник книги и я читаю и делаю я читаю себе это очень полезная привычка это тренировка духовный рост это тренировка духовный рост чем больше я это делал я скажу вам от своем опыте чем больше это делал тем больше я стал терпеливым человеком чем больше я это делал постоянно стабильно я стал долновидным человеком я начал управлять свой гнев я начал управлять свой страх и сам интерес не стал удачливым человеком моих делах как это смысл появилась как это удача появилась как это обществе уважение появилась понимаете я начал потихонечку отказаться от все плохой то что было у меня постепенно 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 я живу как как и рассказываю понимаете я живу по законам прозрачности по полной законам прозрачности у меня нету тайный образ жизни не от супруга не от детей не от жени ни от кого у меня нету тайный образ жизни нету что-то тайного от партнеров или кого-то сотрудников я все живу по законам прозрачности это внутри и наружу все одинаково вот что ты видишь меня так и так и ход за мной будешь тысячи лет расследования вести будут тоже сами я живу по такому закону что даже как будто если даже суд недель даже если о том мои поступки поступки будут известны по всему миру чтобы не было стидно это мой принцип вот эта духовная работа она сделал меня таким вот это постоянно духовная работа беспрерывно каждый день каждый день стабильно она оттачивает сознание отчетывает твою мудрость и духовность страшно как человек лучше следующее седьмой привычки которые хотели бы сегодня тоже с вами поделиться она такого я вечный ученик это правда это та привычка который с детства я в себе воспитал постоянно постоянно развивалась она она сейчас мне очень хорошо помогает куда бы я не побываю я чего-то научусь я у любого беседа с кем я не поговорю у меня дома 4 тетради если вы читали мои книги книги я и деньги там из 4 книги конца который надо вести вот одну из этой книги называется книга мудрости то есть это тетрадь мудрости я каждый вечер прихожу что-то пишу туда что сегодня нового я узнал в жизни да неважно от кого это узнал иногда учусь от насекомых от муравья учу поэтому сель поэтому серия моей книги называется философия муравья я иногда учу от любого понимать от любого даже недавно от помидора я учился кое-что помидора знаете чему научился быть хорошим помидором мало маловато быть хорошим помидором надо еще подальше держаться от гнилой помидор а это понял недавно это привел в жизни своей собственной жизни маловато быть хорошим человеком надо еще держаться подальше от плохих людей потому что они внушать тебе сомнений они на самом деле остановлю украдут тебе время они толкают тебе назад общайся только с тем кто для тебя сильнее кто вдохновляет тебя слушай читай только то то что тебе реально в жизни помогать достигать цели все читать не надо все смотреть не надо не надо с утра до вечера читать все и смотреть надо делать только то то что приближает к твоей цели вот этим надо заниматься вот такое я вечный ученик я постоянно учусь даже иногда и люди критикуют кого-то и говорят ой он теорик он чего-то я свяжу и хотя бы хоть что-то думаю может быть научусь то есть сознание надо создать открытие сознание открытыми сердцами ко всем смотреть или слушать только тогда ты чего-то нового приобретаешь для себя поверьте моим словам бесполезная книга не бывает поверьте это так бесплатный урок не бывает что-то хорошее есть человек который умеет учить он везде учиться он учится у природа он учится у детей он учится у родителей учится друзей так далее вот у меня книга успех и каждый раз когда какой-то бизнес вижу или что-то хорошее вижу так далее что-то мне понравится я перехожу туда и пишу на этом книжке что вот вот это пункт был очень здорово сделано так очень хорошо сделано таким образом накопилось у меня очень много хорошие знания и они продолжаются накопиться до конца дней своей жизни я буду учеником хотя бы не называть наставником ноги очень многие называют мине наставник меня редко кто со мной по фамилии имя обращается 99 процент обращается мной как наставник а я еще далеко до наставника я еще ученик ученик который еще должен учиться 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 еще многому мимо меня проходят много книг которые они успевают что думал очень много книг которые купили на успевает читать мимо меня проходим много курса которые хотели бы посвящать не получается порою очень много мудрости проходим мимо поэтому дорогие мои вот это 7 привычки которая сегодня рассказывал вам о том поделиться с вами о своей собственной жизни можете комментариях писать про каждый эти цены привычка про каждый из них что вам дало каждый из них что из них вам помогом то есть открыл для вас что-то новое и что из них вы будете применять свои собственные жизни комментариях пишите об этом я желаю вам успехов если вы вам понравилось наше видео ставьте лайк рекомендует своим друзьям знакомым кто нуждается этим пусть люди получают пользу от этого странте причине изменения жизни других желаю вам успехов больше конечно люди